Здравствуйте, с вами Андроид Андроидыч. Сегодня хотел рассказать о новой стратегии под названием The Lord of the Tower, русское название Властелина Башни. Данная игра стоит 31 рубль, появилась в плейглубе совсем недавно. По сюжету в маленьком королевстве Укрон жил-был добрый народ во главе с отзывчивым и справедливым королем, но трудные времена настали для королевства. Вторглась в войско темное под предводительством Пукина на земли мирной и приняла гостеприимный народ, обманув сладким пряником. Но не все покорились захватчику, собралось ополчение ратное и дали отпор нежити. Помоги построить защитные конструкции из башен, защитить своего короля и все королевства Укрон. Вот карта и уровень, который мы можем с вами проходить. Давайте начнем со второго уровня. Вот сама игра сделана очень оригинально. Вот наш король, который мы должны защищать. Чтобы мы могли наносить какой-то дэмидж нашим врагам, мы вот так вот хватаем и кидаем наши вот эти вот, ну это я даже не знаю как назвать, куски от замка. Вот так вот поднимаем воздух и вот таким образом мы наносим какие-то повреждения нашим врагам. Вот эти защитные укрепления, они могут стрелять, конкретно вот эти, где нарисованы пушки, они стреляют. Да, на расстояние. А где нарисован щит, они просто защищают. Ими также можем, ими можем только кидать на наших соперников. Вот. Снизу показано количество, сколько мы можем использовать в бою. У каждого значительного укрепления есть о своей жизни. Оригинально очень сделано. Я еще как бы, ну, не встречал такие игры, чтобы именно таким образом сделано, так сказать, юниты. Это получается юнит, да? Вот. Думаю, многим игра понравится. Красиво нарисовано, так и музыкальное сопровождение сделано достаточно интересно. Давайте пройду несколько уровней. Враги, видите, атакуют, но у нас есть возможность докупить новые. Вот. И всеми способами сделать так, чтобы защитить нашего короля. Вот мы уже два уровня с вами легко прошли. Вот. Потом постепенно появляются новые сооружения, которые нам помогут как-то защититься. Вот. И в таком ключе у нас происходит сама игра. Враги будут постепенно видоизменяться. Усложняться. Вот. Будет гораздо сложнее нам проходить данный уровень. Видите, уже враги как на какой-то... на чем-то? На страусах уже каких-то. К нам враги начинают уже приближаться. Но мы легко и просто их валим. Нам в этом помогают наши башни, которые могут стрелять. Давай сейчас пройду быстренько. Если у меня получится, конечно, это сделать. Бедный король сидит, выседает и ждет, пока мы сможем защитить наше королевство, наш замок. Но пока у меня это получается. Достаточно просто. Ну вот, я черной уровень прошел. Давайте сейчас еще один... Также, видите, есть магазин, в котором мы можем докупать различные штуки, какие мы хотим. Прикольная игрулька. Нравится. Обязательно советую ее приобрести. Ведь цена в 31 рубль, мне кажется, не очень высока. Видите, у меня появилось дополнительное сооружение. Как я понимаю, это сооружение позволяет нам стрелять... Сейчас посмотрим, что оно может делать, это данное сооружение. Надо нам построить вот так вот, раз. По идее, оно должно стрелять из лука, это сооружение. Но оно почему-то не стреляет. Прикольная игрулька. И достаточно оригинальная. Поэтому нравится обязательно... О, какие-то враги нападают. Вот, как я понял, вот этих драконов мы сможем сейчас... Вот этот вот генерисон лук. Она пытается атаковать вот этого дракона и уничтожить его. Ну, у меня вроде все хорошо получается. С вами был Андроид Андроидович. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.